В 4 субботу ноября в Запорожье приспустят флаги и зажгут свечи в память о жертвах Голодомора. Исследователям по сей день не удалось установить, сколько украинцев погибло в один из самых жутких периодов в истории страны. В период с 1932 по 1933 год от голода умирал каждый пятый житель Запорожского села. 22 ноября вспомнят и о жертвах политических репрессий. Как будут чтить их память, смотрите далее. День жертв Голодомора и политических репрессий в Украине официально отмечается с 1998 года. В 2006 Верховная Рада признала искусственный голод 32-33 годов геноцидом нации. К примеру Украины последовали более 20 стран мира, осудившие события 80-летней давности. Многие годы информация о тех страшных временах была закрытой. Сейчас историки восстанавливают данные. Прежде всего ученые заняты сбором информации у очевидцев трагедии. Кроме того, пытаются выяснить точное число погибших от голода и места их захоронений. Одно из таких уже найдено. Согласно архивным данным, в 30-е годы на улице Розы и Люксембург, ныне Дзержинского, находился дом малютки, где умерло 788 детей. Вскоре тут появится мемориальная табличка, которая увековечит их память. Это очевидно, что смерть этих детей была связана с голодомором, потому что другой причиной такой массовой гибели на протяжении нескольких месяцев подряд просто быть не могло. Что это за дети? В области, в районах, в селах лютувал голод. Гинули родинами. Иногда счастливы детям выжить. Эти детей забирали в город и тут их закатывали голодом. Это не было чем-то особенным, на жаль, для Украины. Потому что, если мы посмотрим статистику погибших, из этих 7-8 миллионов, больше половины это были дети. И это было логично, потому что, на жаль, первыми идут дети. 22 ноября в память о жертвах голодомора и политических репрессий по области будут приспущены национальные флаги. В этот день традиционно в теле и радиоэфирах не будет развлекательных программ. Всем запорожцам в обл. администрации предлагают зажечь свечи в память о погибших и прийти на митинги реквиемы. В музеях и библиотеках пройдут тематические выставки. А в областной филармонии состоится концерт в память о жертвах голодомора.